Девушки отдыхают В классическом своем варианте Это люди, которые окончили Начиная с художественной школы Художественный колледж И академию искусства Может быть такие варианты Могут быть художники, которые История нам подсказывает Многих знаменитых великих художников У которых не было классического образования Они обучались с рук мастера Они обучались в мастерских Они обучались у природы И всячески самостоятельно Тоже открывали свои способности Свои таланты Меня профессия художник всегда завораживала Я восхищалась людьми Которые могли отображать Или что-то делать руками А художник, мне кажется В детстве я думала Что это такая волшебная профессия Которая из ничего делает красоту По первому образованию я юрист И опыт работы, скажем, в органах суда Прокуратуры, юстиции У меня этот опыт есть Опыта, скажем, образования По специальности художника У меня нет Но я могу сказать, что образование То, которое мне дал мой учитель Непосредственно передавая С рук в руки знания Опыт, навыки, которые мне дал учитель Игорь Сахаров Считаю его очень удивительным человеком Талантливым Который великий художник Скажем, да, вот в этом времени Для меня И очень хороший педагог Еще очень важный этап Это первые уроки Которые я начала давать Другим людям Тоже очень важно было увидеть Эту обратную связь человека После этого Насколько ему Насколько ему это все вот было Что оно ему дало Это занятие Мы занимаемся тем, что Даем человеку возможность Попробовать масляные краски Как ими пользоваться Какая это вообще как структура Да, немножечко вдохновить на творчество Вдохновение От слова вдох Насколько мы можем вдохнуть Полноценно жизнь Насколько мы можем Этот вдох ощутить внутри себя Насколько это дано нам сверху Ну, я больше всего Наверное, по времени Нахожусь в состоянии вдохновения Наверное Вот сегодня я только пришла на работу Думаю, боже мой Как я обожаю вот это все делать Расставить мольберты Палитру Выдавить краски Вот подготовить рабочее место Это очень приятно И убраться, собственно говоря Точно так же приятно Ну здорово, когда у тебя что-то получается И ты от этого получаешь положительные эмоции Тебе это нравится И состояние, в котором ты пребываешь Вот в этот момент Ну, знаете ли Хочется, чтобы с кем-то поделиться Оно классное Оно Ну, вот крылья сзади растут И чтобы не быть, скажем, таким эгоистом И, скажем, дать возможность попробовать И ощутить это состояние на себе У меня появилось такое желание Делиться этой информацией Поскольку я тоже непрерывно учусь И какой-то багаж знаний у меня наполняется Хотелось бы, чтобы одни знания Как бы, это, знаете, как полная чаша Она наполненная и уже сложно туда что-то вложить Хорошо, как-то ты делишься Да, и тем самым у тебя приходит какое-то новое поступление знаний И вот такое ощущение, что все это не зря Все это еще кому-то нужно Сейчас есть ученики Которые планируют уже свои персональные выставки Достаточно много работ написали И они растут Я смотрю, как они вот из занятия к занятию приходят А у них все больше и больше получается Я понимаю, что я им уже еще немножко буду не нужна Вот И это, в общем-то, меня и радует Потому что мы стремимся к тому, чтобы через такое вот, знаете Ну, легкое, ненавязчивое знакомство У человека приобретались те навыки С которыми он уже самостоятельно сможет работать Да, мы не школа Возможно, такого академизма, как в школе художественной Мы не даем Да, здесь больше элемент хобби Насколько у человека это станет таким вот любимым хобби В котором он сможет развиваться Сможет получать положительные эмоции И немножечко отходить от тех проблем, которые в повседневной жизни его интересуют Пришел человек, расслабился, получил удовольствие Сделал какие-то акты творения Хорошо ему от этого стало Ну, значит, мы свою задачу выполнили Я являюсь, знаете, как элемент, который продолжает миротворение, наверное Из ничего, из белого холста проявить что-то Это ценно Когда я ощутила себя художником Наверное, еще не ощутила Наверное, это яркое ощущение меня еще ждет впереди Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова